Смертельный торнадо пронесся по Техасу. Через несколько секунд русскоязычные жители этого штата расскажут, как они пережили очередной смерч в США. Страшное ДТП в Айдахо. Там автомобиль упал с 9-метровой высоты в реку. Никто не выжил. Джо Байден готов дать Украине ускоренный вариант вступления в НАТО. Все меньше американцев поддерживают движение Black Lives Matter. Сколько зрителей смотрят шоу Такера Карлсона. Новые правила покупки авто во Флориде. Ну а в Сан-Диего бездомным запретили жить в палатках. И как в Техасе спасли шестерых щенков. Досмотрите это видео до конца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok в эфире или в записи за две недели. Самые популярные сериалы, блокбастеры, прокат и знаковые кинопремьеры. Все это на ITVNet. Итак, в результате торнадо в техасском городе Перитон погибли 4 человека. Ну а сам этот город превратился в руины. Вот видеокадры. Сегодня их показывают все национальные каналы. После торнадо в городе Перитон творится полный хаос. Дома полностью разрушены. На улицах перевернутые машины. На земле разбросаны вещи, доски, бытовая техника. Людей практически нет. Смерч вырвал с корнями деревья и повалил линии электропередач. Сейчас власти Техаса сообщают, что погибли как минимум 4 человека. В другом техасском городе Панхандал в результате шторма пострадали более 100 человек. И все они обратились за помощью врачей. Во Флориде в округе Эскамбия погиб местный житель. По словам очевидцев, на мужчину упало дерево. Всего же предупреждение о торнадо получили более 50 миллионов американцев. В Техасе из-за непогоды без света остались более 250 тысяч человек. Ну вот если вы нас смотрите в пострадавших районах, пожалуйста, напишите в комментариях, какая сейчас у вас ситуация там с погодой. Ну вот о том, как русскоязычные жители Техаса пережили торнадо, узнаем прямо сейчас. К нам присоединяется Элеонора Дуишеева из города Мелисса. Он находится недалеко от Далласа. Элеонора, здравствуйте. Здравствуйте, Денис. Да, если можете говорить громче, я смотрю, что сейчас у вас уже светит яркое солнце, да? Да, сегодня погода прекрасная вообще. Да, но накануне творился просто ужас. Расскажите, какая у вас была погода, что творилось за окном? Да, вчера, вот, 15 июня у нас была ясная погода днем, светило солнце, все было прекрасно. Потом где-то в 9 вечера начался вот шторм, гроза, сильный ветер, сильный дождь и сильный гром. Вот. Было очень страшно, честно, я такую грозу впервые в жизни все видела. А какие-то были предупреждения о том, что надвигается? Да, где-то в 9.30 мне пришло чрезвычайное, экстремальное уведомление о том, что будет торнадо, и где-то до 10.15. И чтобы все укрылись в укрытиях, чтобы были в подвалах, в заведениях на улице. Ну, то есть, власти вам заранее сообщили о том, что на улицу не выходить, нужно, не знаю, найти какое-то подвальное помещение. Ну, а у вас частный дом, да? То есть, вы где-то прятались или вы просто находились в доме? На тот момент, да, уже был вечер, мы уже собирались спать. И на улицу, в принципе, не выходили, но я... На тот момент мои наушники остались на улице, я забегала за ними, оказывается, их все уже слетела, не нашла наушники. Понятно. Ну, в общем, вы вот наушники как минимум потеряли, да? То есть, на улицу вы не выходили, а, в принципе, у многих же отключили свет. Какая ситуация с электричеством у вас была? Да. Где-то, вот, в 9.28 мне пришло уведомление, потом уже где-то через 10 минут отключили свет, или через 5 минут уже отключили свет. Так. Вот. Потом по уведомлениям местные власти, мне кажется, обещали, что в 11 будет свет, но света не было. Потом сказали, до 3.30 ночи света не будет. И я подождала, но света не было, до 4.00 или 5.00 утра было, вот это все продолжалось, гроза, ветер, дождь. И свет только сегодня в 10 утра дали. А, ну, то есть, буквально как бы недавно появился у вас свет. Скажите, пожалуйста, в принципе, вот городские власти вот эти уведомления вам отправляли, то есть, людей готовят, да, всегда к таким стихиям? Мне кажется, да. Я тоже в Америке как бы только недавно, и в моей стране такого не было, таких чрезвычайных уведомлений. Именно приходило в телефон, то есть не приходило. Обычно нам по телевизору давали, а тут просто в телефон его дают, и сразу видишь, и заготовишься, да. Да, Ильяна, а что вот по местным новостям говорят, какие, может быть, там районы пострадали, люди до сих пор без света, я так понимаю, еще? Да, в некоторых районах, мне кажется, округ Грейсон, да, в Шерноне, там до сих пор не было света, как я слышала. И рядом у нас район Макини, там был пожар, причина которого, то есть, ударила молния, и там вот пожарные из нашего города пошли и потушили, я слышала телевизора. Да, ну а у вас сегодня на улицу вы выходили, как выглядит, в принципе, вот ваш небольшой городок Мелисса, есть какие-то разрушения? У нас вот в Бэкерте, сзади дома вот столы, качели стояли, все перевернулось, утром обнаружили, из-за того, что света не было, мы выехали, позавтракали и приехали, потом вот дали свет. А так сегодня очень жарко, ясная погода, а вчерашним штормом вообще даже нету людей. Ну да, да. Ну то есть впереди, как бы, надеюсь, что будет хорошая погода? Да, надеюсь, ну, я смотрела погоду, вроде бы ясная погода. Ну, здесь погода, мне кажется, очень внезапно меняется, очень внезапно солнечно, очень внезапно дождь, ветер. Да, Элеонор, последний вопрос все-таки, отпущу вас обязательно, скажите мне, пожалуйста, вот вы говорите, что у вас на родине, да, никаких оповещений о чрезвычайной ситуации вы не получали, а все-таки вот в Америке теперь вам не страшно жить, не думаете вернуться обратно после вот пережитого? Ну, я до этого жила в Чикаго, там тоже очень ветерная погода, но там таких штормов я за 5-6 месяцев не видела, да, даже сильный холод. Ну, мне кажется, в этих округах, в этих штатах больше всего таких штормов происходит, я не знаю. Ну, да, главное, что чиновники предупреждают все-таки о такой погоде и о надвигающемся торнадо. Спасибо вам огромное, жительница города Мелисса, который находится недалеко от Далласа. Элеонора Дуишеева была вместе с нами сегодня на YouTube-канале Бюро. Берегите себя, конечно же, готовьтесь к следующим катаклизмам, вот, и будьте осторожны. Хорошо, спасибо вам. До свидания. До свидания. Мобиль съехал с дороги и упал с 9-метровой скалы в реку Салман. Сегодня полиция Даха сообщила, что в этой страшной аварии никто не выжил. Джо Байден готов дать Украине ускоренный вариант вступления в НАТО. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники. На неделе это может означать, что Украине не придется проходить один из этапов вступления в Альянс. Он называется «План действий по членствам». Каждая страна, которая хочет вступить в НАТО, проходит эту процедуру. Каждый раз она утверждается индивидуальным. В случае Украины генсек НАТО предложил этот вступительный этап пропустить. Как пишет CNN, вопрос обсуждался на встрече Байдена и Столтенберга в Вашингтоне в начале этой недели. Ну вот про НАТО, кстати, сегодня говорил и Владимир Путин. Он выступил на Петербургском международном экономическом форуме. Вот что из интересного. Путин допустил антисемитские высказывания в отношении Владимира Зеленского. Похвастался, что у России ядерных ракет больше, чем у НАТО. Еще интересно, что Путин назвал происходящее в Украине войной. Хотя вообще-то за слово «война» в России простых людей сажают в тюрьму. Ну и самое любопытное, Путин похвастался, что Россия уничтожила в Украине пять комплексов «Патриот». Нюанс в том, что на самом деле Украина получила лишь два комплекса. В общем, если уж в таких очевидных вещах Путин врет напропалую, что уж говорить о каких-то более сложных. Но вернемся к американским новостям. Проверка Миньюста США нашла расизм в полиции Миннеаполиса. Сама проверка проходила после резонансового убийства полицейскими темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. И вот сегодня Миньюсти заявили, что полиция и до убийства Флойда злоупотребляла силой, пренебрегала Конституцией и проявляла расизм. Осужденный за убийство Флойда бывший сотрудник городского департамента Дерек Шовин демонстрировал склонность к чрезмерному применению силам, как и его коллеги, которые регулярно и без разбора прибегали к электрошокерам, стреляли в людей и угрожали темнокожим и коренным американцам именно в Миннеаполисе. Но вот внимание генпрокурора привлек и эпизод, когда в марте 2020 года полицейские распылили слезоточивый газ толпе журналистов, которые в то время освещали протесты в штате Миннесота. Все меньше американцев поддерживают движение Black Lives Matter. Согласно опросу Pew, сейчас 51% американцев заявили, что поддерживают движение BLM. Это на 16% меньше, чем 3 года назад, когда Америку захлестнули протесты после убийства полицейскими Джорджа Флойда. В то же время всего 8% считают, что BLM улучшила жизни темнокожих. Но о цели движения понимают всего 31%. С 2020 года фонд BLM неоднократно попадал в скандалы. Часто в СМИ попадала информация, что деньги, собранные для нуждающихся семей, в итоге использовались для выплат руководителям фонда, их подчиненным, семьям и даже друзьям. По этой причине соучредитель BLM Patrice Colors ушла в отставку. Как выяснилось позже, она использовала пожертвования для покупки шикарного дома в Южной Калифорнии. Ну вот власти калифорнийского города Сан-Диего приняли закон, который запрещает размещение палаток во многих общественных местах. Бывший мэр города Кевин Фолканер считает, что жители не обязаны терпеть бездомных, если они устанавливают палатки прямо перед домами или офисами. По новому постановлению палатки теперь запрещено размещать рядом со школами, городскими парками, руслами рек, водными путями и транспортными узлами, даже если в приютах для бездомных нет места. За первые два нарушения предусмотрены предупреждения, а вот если бездомный нарушит закон в третий раз, его арестуют. По последним данным, в Сан-Диего с населением 1,3 миллиона человек проживает 3285 бездомных, что на 32% больше, чем в прошлом году. Губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон, запрещающий производителям напрямую продавать автомобили клиентам, требуя делать все через дилеров-посредников. Правда, в законе предусмотрено исключение для производителя электрокаров Tesla, который принадлежит миллиардеру Илону Маску. По случайному совпадению, Десантис объявил о старте своей избирательной кампании в прямом эфире Twitter вместе с Маском. А через несколько дней после этого эфира Десантис подписал другой закон, который предоставляет аэрокосмическим компаниям, в том числе SpaceX, маска иммунитет от судебных исков со стороны жертв неудачных космических запусков. Сотрудники Управления по санитарному назору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рекомендовала производителям вакцин от ковида обновить препараты. Прежде всего, так новые вакцины смогут защитить людей от меняющегося штамма вируса. Заявления прозвучали сейчас, то есть в июне, чтобы производители вакцины успели вовремя подготовить новые прививки. Так как власти США планируют запустить рекламную кампанию бустерных прививок в сентябре. Поэтому уже сейчас будьте готовы, что осенью вы получите рекомендацию сделать бустерную прививку от ковида. Кстати, напишите в комментариях, будете ли вы опять вакцинироваться. Ну а в поисковике Google все чаще американцы задают вопрос, сколько зрителей собирает шоу экс-ведущего Fox News Такера Карлсона. Сегодня об этом сообщает канал NBC. Вот журналисты приводят данные одной исследовательской кампании. Таким образом, первый эпизод Такера в Твиттере, в котором Карлсон без каких-либо доказательств утверждал, что украинские силы атаковали Каховскую ГЭС, набрал около 26 миллионов просмотров. Второй эпизод – это более чем 12-минутный монолог, которым Карлсон, казалось, предложил, что угроза американского превосходства белых при увеличенном набрал 13,2 миллиона просмотров. Согласно статистике, количество просмотров видео для третьего эпизода, выпущенного через несколько часов после того, как Трамп предстал перед судом, увеличилось по сравнению со вторым выпуском и в итоге составило 18,7 миллионов. Вот такие вот цифры делает Карлсон. Ну а вы, кстати, смотрите его шоу? Напишите об этом в комментариях. Пассажиры вот этой Тойоты могли получить компенсацию в 100 тысяч долларов, однако они этого не сделали. И сейчас расскажу, почему. Если вы попали в аварию в Нью-Йорке, Нью-Джерси или Массачусетсе и получили даже незначительные травмы, все равно вам понадобится помощь адвоката. Я советую вам позвонить адвокату Тане Гендельман. Она уже почти 30 лет занимается расследованием дорожно-транспортных происшествий, чтобы любой пострадавший смог получить компенсацию. Адвокат Тане Гендельман занимается делами всех участников дорожно-транспортных происшествий. Водителей, пассажиров, пешеходов, велосипедистов. Если вы не успели записать телефон, повторю, 888-365-4315. Консультация абсолютно бесплатная. Помощь адвоката тоже. Вы заплатите деньги только после успешного окончания дела и получения компенсации. Теперь вы знаете, кому звонить. И, пожалуйста, будьте осторожнее. Губернатор Техаса Грег Эбботт подписал закон, который он назвал «Законом о спасении женского спорта». Теперь трансгендерным учащимся колледжей и университетов запрещено участвовать в спортивных командах согласно своей гендерной идентичности. Закон обязывает студентов принимать участие только в соревнованиях того пола, который указан в их свидетельстве о рождении. Инициатива призвала защитить прежде всего спортсмена, которые могут проиграть биологическим мужчинам, которые ассоциируют себя с женщинами. Правозащитные организации уже успели осудить. Подписанный Эбботом закон, они называют его несправедливым, антиконституционным и просто жестоким. Но вообще очень необычную тенденцию я заметил в этом году. Американцы все чаще стали открыто проявлять свою гомофобию. Я это вижу у себя в комментариях в телеграм-канале и здесь под многими видео на ютуб-канале Бюро. Это очень вообще необычная тенденция, ведь еще несколько лет назад вполне нормальным и даже привычным было то, что каждый июнь в Америке широко отмечают месяц гордости. Все крупные корпорации считали своим долгом выразить поддержку ЛГБТ-сообществу. А вот в этом году я вижу, что все громче звучат гомофобные голоса. Некоторые, не стесняясь, последними словами обзывают представителей ЛГБТ-сообщества. Это делают даже жители Нью-Йорка в городе, который своим примером показал, что такое гражданское общество во время стаунбольского бунта. Именно из Нью-Йорка началась мировая борьба за равноправие ЛГБТ. Ну а сейчас же сами жители Нью-Йорка у меня в комментариях пишут вещи, которые у меня просто не укладываются в голове. Мне это очень напомнило Россию, страну, где еще 20 лет назад ориентация ни у кого не вызвала никаких вопросов. А потом появился Путин со своими скрепами, духовностью, ну и так далее. Ну и закончилось все тоталитарным государством и войной. Именно с культивированием гомофобии начинается превращение страны в фашистское государство. Но я знаю, что многие люди просто повторяют навязанные им идеи из пропаганды. Ну а сами просто, что называется, не в материале. Не знают фактов, не знают научного мнения, не знают, что вообще по этому поводу думают общепризнанные ученые и международные организации. Ну вот сегодня к нам в бюро я пригласил правозащитника и члена правления организации РУСА ЛГБТ Алексея Горшкова. Алексей, приветствую. Добрый день. Спасибо, что нашел время. Я предлагаю построить разговор на штаг. Я специально собрал несколько тезисов, которые чаще всего звучат от консерваторов по поводу ЛГБТ. Я вот хочу, чтобы ты их прокомментировал. Опять же, не мнение, а вот опираясь на факты. Договорились? Хорошо. Итак, первый тезис. Геями не рождаются, а становятся из-за навязанной пропаганды. Это неправда. Давно доказано, что идентичность внутренняя — это так, как люди, как левши, например, люди рождаются с этим. То есть это даже бесспорный факт, который был опровергнут ещё 40 лет назад первыми тезисами. Даже в 1948 году по шкале Кинси, когда он опрашивал людей. То есть это абсолютный миф, который люди любят культивировать, особенно в этих консервативных кругах. Я не представляю, как можно сексуальность вообще навязать. Спасибо. Второй тезис. В американских школах на государственном уровне идёт навязывание ЛГБТ-идеологии. И это просто разращает детей и приводит к тому, что половина школьников думают о смене пола. Это неправда. Только в нескольких штатах, в трёх или в четырёх, штат требует введения ЛГБТ-курса, как в Джерси, например, в некоторых калифорнийских, а в остальных публичных школах это выбор. То есть выбор учителей — это не государственная идеология, не школьная идеология. Это право выбора учителей выбирать так же, как, например, они выбирают, какую историю учить или какой непосредственно гражданский кодекс учить и тому подобное. То есть это абсолютно неправда. В частных школах, даже в частных школах такого нет. То есть нет никакого федерального законодательства, который регулирует образовательный процесс, что все обязательно должны проходить ЛГБТ-историю. Ну а как ответить вот тем родителям, которые говорят, что вот эта пропаганда, то есть там, где есть курсы, которые связаны там или уроки с ЛГБТ-сообществом, это сразу же как бы навязывание мнения на детям. Да, ну там дети посмотрят и сразу же станут геями. Ну это абсолютно неправда. Это точно так же, как, например, сказать, если вы прочитаете, пролетая над гнездом кукушки, вы 100% станете ментально нездоровым, пойдете в психиатрическую клинику. То есть как ЛГБТ-курс построен, например, в Нью-Джерси, это только констатация фактов. То есть как движение формировалось, что существуют ЛГБТ-люди, существуют гетеросуальные люди. То есть здесь нет идеологической подоплёгности, здесь просто цитирование того, что уже установлено как истина. То есть здесь нет, как, например, некоторые курсы, которые мы знаем, как была, например, Евгеника, когда говорили о том, что твоя форма черепа влияет на твои интеллектуальные способности. Вот это пропаганда, вот это идеологически навязано. А здесь просто констатация истории, как мы учим любую историю, историю США или историю Штата, или историю движения за гражданские права или историю гендерного равенства. То есть это чисто исторические подоплёки. Спасибо. Алексей, следующий тезис. Трансгендеры — это придуманная вещь, отклонение, и человеку просто промыли мозги. Это абсолютно неправда, потому что в истории, если мы смотрим глубоко в дальнюю историю, даже в мифологические, люди, которые представляли трансгендерность, всегда существовали, это мы можем увидеть в греческих мифах, это просто-напросто точно так же, как люди рождаются в чужой оболочке, в чужом теле. То есть это никто не навязывает, им не говорят, не сидят там родители, что ты должен быть трансгендером. Это просто когда идёт несостыковка твоего эмоционального, интеллектуального и биологического. То есть никто не может, я даже не представляю, как можно, например, сказать, что ты будешь трансгендером, и тебя нужно срочно повести на операцию изменить что-то, да? То есть здесь никакой фактической и научной подоплёки нет. То есть это неправда. Трансгендерные люди рождаются просто в чужом теле. Хорошо. Очень распространённый такой тезис, он касается, опять же, детей. На мероприятии ЛГБТ-сообщества приводят детей, это их развращает и навязывает им стереотипы ЛГБТ. Они вырастут и в итоге станут геями или трансгендерами. Вообще нет никакой статистической подоплёки. Были исследования, например, по тому, как ЛГБТ-семьи воспитывают детей, и здесь абсолютно нет никакой корреляции, что если гей-пара воспитывает ребёнка, ребёнок будет геем. Точно это из разряда того, что зачем вы вообще, если вы беспокоитесь своих детях, зачем вы их водите на прай тогда, зачем они пойдут? А как, например, когда детей водят в стрип-клубы, это никого не возмущает? Или как, например, детей водят на шоу, где стреляют и убивают фактически? Или ещё какие-то вот эти насильственные моменты, о которых почему-то консерваторы никак не говорят и не открывают эти ворота? То есть нет, абсолютно невозможно научить ребёнка быть чем-то, если этот ребёнок не является ЛГБТ. Спасибо большое. Дальше. Зачем нужны парады? Как раз ты упомянула об этом. Чем гордятся эти люди? Тем, что как-то по-особенному занимаются сексом? ЛГБТ — это не только сексуальность, это также то, как ты себя ощущаешь. Это и гражданская идентичность, это эмоциональная, интеллектуальная идентичность. И когда люди говорят о том, зачем нужен парад, а зачем нужен, например, парад на 4 июля, а зачем нужен парад, который в Нью-Йорке каждый день что-то, какой-то парад проходит, то есть этнические парады или парад Святого Патрика. Зачем? Это же точно такая же идея, что у ЛГБТ-людей есть возможность праздновать свою культуру, праздновать свою идентичность точно так же, как остальные группы проходят на параде, или, например, ещё какие-то Мермейд-парад на Куни-Айленде. То есть я могу точно так же деконструировать. Спасибо. Зачем вам нужны эти парады? Да, вот как раз будет парад русалок на Куни-Айленде, на набережной. Да, в ближайшие выходные, кто хочет, приходите. Ещё одно вот такое вот мнение я слышу. Гетеросексуалы ведь парадов не проводят, и вообще никто почему-то о них не говорит, а ведь они имеют такие же права. Неправда, гетеросексуалы проводят, как вот только что сейчас сказал, все возможные парады, которые только, например, в листе Нью-Йорка можно найти. То есть они не называются гетеросексуальные парады, но традиционно они имеют больше возможностей. Плюс гетеросексуальная идентичность, она признана обществом как нормальная норма, и у них нет такой потребности быть видимыми или говорить о том, что мы существуем, что мы точно такие же, как вы, потому что у них не возникает этой психологической необходимости или культурной необходимости или политической необходимости, потому что они признаны этим обществом как данность. То есть поэтому они, скорее всего, хотя были и такие парады проводили, мужской парад проводился в свое время, когда феминистское движение шло, то есть все это такая бабушка надвое сказала. То есть если хотят, кто будет против, эти психологические проводят парады? Они проводят парады, когда, например, выходят с оружием Капитолию в Мичигане. Вот тебе, пожалуйста, этот парад маскулинности. Да, хорошо. Часто, даже сейчас, некоторые американцы, увидев, например, гомосексуальную пару с ребенком, косо на это смотрят. Ну и, конечно же, заявляют, если гомосексуальная пара усыновит ребенка, то этот ребенок обязательно станет геем или лесбиянка. Вот о чем я сказал раньше, что проводились такие исследования и нет никакой гарантии и нет никаких вообще доказательных фактов, что воспитываясь в семье ЛГБТ, люди становятся ЛГБТ. Наоборот, когда проводилось исследование, пять лет назад, последнее было, или четыре года назад было последнее социологическое исследование, говорилось о том, что, во-первых, если гей-пара усыновляет ребенка, у них есть необходимость, они хотят, и они вкладывают больше в воспитание этого ребенка, потому что у них нет биологической возможности какой-то определенной. То есть они больше обеспечивают это ребенка какой-то заботой. То есть, в принципе, гей-пары, гетеросексуальные пары от родительства не отличаются, и там, и там есть свои перекосы. То есть вопрос возникает, если ты любишь ребенка, ты будешь любить ребенка вне зависимости ни от чего, и уж явно нет тенденции и желаний у гей-пары конвертировать или каким-то образом трансформировать ребенка. Это была реклама в Германии или в Дании недавно, когда ребенок садится и там два отца в Макдональдс. Ну, это такая сатирическая реклама. И он говорит, я должен вам что-то сказать. Я гетеросексуал. И они говорят, что мы тебя принимаем таким, какой ты есть. То есть, это все чисто мифы для того, чтобы подогреть этот политический конфликт и навязать вот эту ненормативность определенной категории людей. Да, но этой темой, конечно же, мы сейчас подогреваем нашу ленту комментариев, поэтому комментарии наверняка уже посыпались. Последний вопрос. Есть только два пола, женский и мужской. Вы все придумали. Какие-то трансгендеры и вот это вот все. Это неправда. Буквально несколько лет назад вышла книга об интерсексе. Есть такая категория интерсекса. Интерсекс — это люди, которые рождаются с разными вариациями биологического пола, которыми дает природа. Это не только мужское и женское 46XX, 46XY. Например, больше ста вариантов интерсексности на данный момент известно, когда комбинация органов половых разная, или, например, когда у человека нет тестостерона, или не развивается тестикл, что называется, и ищи и тому подобное. То есть есть более ста вариантов, уже медицински доказано, что это не только два пола, что интерсекс — люди — это люди абсолютно с нормальной биологической конструкцией, но они не попадают вот в эту консервативную парадигму бинарности, то есть что только есть мужское или женское. Все это точно так же. Опять же, мы можем найти референции к этому, как я уже говорил, и в древних обществах, если мы читаем мифы Древней Греции о ребёнке Гермеса или Афродиты. То есть всё это известно было человечеству, просто была навязана определённая идеология, потому что нужно было контролировать мужской частью населения какие-то определённые другие части. Поэтому очень советую прочитать людям Джорджану Дэвис об интерсексности и других-других исследователей, и они найдут очень много интересного, если они, конечно, умеют и хотят читать. Это правда. Ну что ж, хорошо, спасибо огромное. Я напомню всем нашим зрителям, тем, кто нас смотрит, на вопросы, которые чаще всего задают гомофобы. Сегодня мы ответили вместе с правозащитником Алексеем Горшковым. Будем ждать комментариев. Алексей, если будет время, пожалуйста, ответьте на эти комментарии, которые появятся у нас в ленте под этим видео. Благодарю вас. Мы продолжаем. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки этому видео и писать комментарии. Известная украинская электронная группа про бас и харди с нашумевшим хитом «Добрый вечер, мы из Украины» летит в США с гастролями. Причем все концерты будут благотворительными. Стопроцентная выручка от продажи билетов направится на помощь Украине. «Доброго вечера, мы из Украины». Ну и я добавлю, что зрители YouTube-канала «Бюро» смогут приобрести билеты на концерты украинской группы про бас и харди со скидкой. Заходите в описание этого выпуска, там есть ссылка и вводите промокод «Промо 50 долларов». Давайте вместе поддержим этот музыкальный коллектив. Мы продолжаем. 83-летний голливудский актер Аль Пачино наконец-то подтвердил журналистам, что стал отцом и даже назвал имя своего сына. Его зовут Роман. Это уже четвертый ребенок актером, но для его избранницы 29-летний Нур Альфалах это первенец. Напомню, что об отношениях актера с молодой девушкой стало известно в 2022 году. Аль Пачино закрутил роман с охотницей на миллионеров, так СМИ называют Нур Альфалах, из-за ее связи с пожилыми и богатыми мужчинами. Ну а в Нью-Йорке в ближайший понедельник, то есть 19 июня, начинает работу международный форум Orion Summit 2023. В нем принимают участие профессионалы из финансовой сферы, корпорации и компании из Канады, Великобритании, Германии, Армении и многих других стран. Великобритании. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Подозрительную коробку, замотанную скотчем, обнаружили случайные прохожие. Один из очевидцев решил разобраться, что в ней спрятано, и удивился, когда услышал собачий писк. В итоге внутри коробки оказались шесть маленьких щенков, всех их уже доставили в приют. Кстати, сейчас волонтеры ищут новых хозяев для щенков. Если вы живете в городе Вака или его окрестностях и хотите взять щенка, напишите комментарий к этому видео, и мы свяжем вас с сотрудниками приюта. Ну а на сегодня все. Я, Денис Череда, благодарю каждого, кто смотрит наши выпуски и оставляет комментарии. Кстати, всех пап поздравляю с наступающим праздником – Днем Отца, который в США будут отмечать в это воскресенье 18 июня. Вот уже больше года мы рассказываем о том, что на самом деле происходит в Америке. Я буду рад, если вы сможете поддержать нашу работу. Разовый донат через функцию «Суперспасибо» доступен прямо здесь, в Ютубе. Все подробности вы найдете в описании к этому выпуску. Ну а еще вы всегда можете написать мне здесь, в ленте комментариев или на почту, адрес которой сейчас видите на экране. Спасибо, что смотрите нас. Спасибо за лайки и хороших вам классных выходных! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!